В этом случае, например, на говра, где есть прибыль. Первое – это, напомним, обозначение. Страна в Ка-Ухар – привая определенная, напомню, Ка. Ее поле функции – это Ка-Ухар. Идеал – это идеал оноронных поляновок, являющихся на этой тривой. Это, например, я находлю примену. Для точки П на тривой мы определили, как на это 100. Вот, в этой точке. И у меня здесь максимальный идеал. Вот, а не единственный. Вот, пробуем значимый отталь. Первое – это злая, напомним. Водозлать на боксов постаньте из-за этого нормирования. Доказывать я это не буду, так что стопочек можно доказать. Доказывать я это не буду, так что стопочек можно доказать. Доказывать я это не буду, так что стопочек можно доказать. Доказывать с точки P некоторой функции это про множество таких D целых, что F из D степени максимального идеала. То есть это имеет как разную нужду. Или в данном случае это разная нужда. А теперь мы расширим это определение на поле функции. Доказывать я это не буду, так что это определение на поле функции. Доказывать я это не буду, так что стопочек можно доказать, так что стопочек можно доказать. И функцию T и K мы назовем функцию T и K мы назовем функцию T, если ее порядок разъединится. Топочек можно доказать. Если в порядок разъединяем функции T и K мы назовем функцию T и K мы назовем функцию T и K мы назовем функцию T. Если меньше нуля, то можно. Вот предложение. Пусть F классная клевая и F не равно нулю, не соответственно нажимая функция в классную клевую функцию. Топочек можно доказать. Ну как это вам показать? Первое это можно посмотреть на функции T из 2 кольца. То есть многочлез. Вот. И многочлез имеет конечные численности. Вот. А дальше мы рассмотрим вот такую функцию. Вот. И так как это прям имеет конечные численности, то эта штука имеет конечные численности. Вот. И так как мы приблизились? Так вот. Следующая п�ца же. Пусть F не остается. Наталья точка Наталья точка И Т Наталья точка Наталья точка Наталья точка Конечное препаратное выражение Наталья точка Наталья точка Наталья точка Конечное препаратное Конечное препаратное К И имеет сеть КАС – это конечное алгебраическое распределение из КАСС. Теперь мы рассмотрим Х из КАСС. И нам нужно доказать, что Х сепарателем из КАСС. Так как у нас характеристики расходения объединяются параллельными, но мы рассмотрим только в случае характеристики параллельных. Мы рассмотрим минимальный многочлен Х на КАСС как многочлен от двух переменных . Вот, тогда он является каким-то многочленом под ХП. А дальше мы перегруппируем коэффициенты вот этого относительно степеней теста. Это… Толстую очередь. Толстую очередь. endo. Толстую очередь. Толстую очередь, с конечной термой, каких-то… …этих степеней умноженных на капельный компетен. Вот это да, потому что наше поле совершенно, значит, вся компетенция является теми какими-то степенями, ну и характеристики П, которые будет реальным. Ну да, мы рассматривали вот этот минимальный наберёмся, вот, а теперь мы посмотрим на порядки каждого квадратного точки П нашей. Поехали. И на. Это сравнимо с К, по-моему, с РП. Вот. Поэтому, поэтому мы можем сказать, что, там, что все вот эти равны на самом деле. Вот. А значит, вот эти многочлены, их результат был не минимальным. Отсюда противоречие. Вот. А, ну, то есть, когда мы вот это писали, мы представляем расширение этих кораблей. Вот. То есть, ну, смотрите. Ну да. То есть, в случае департаментного расширения вот этого не будет. А теперь рассматриваем отображение. А теперь рассматриваем отображение. Вот. Мы здесь будем использовать такое утверждение, что рациональное отображение, из кривой в противной многообразии, регулярно, пог.... Главный красот. 10? 9. 9. Пусть X это валка не кривая, проективная кривая. У нас полюбка Y это просто не кривая кривая. Ещё у нас есть мартина, который определённый везде. Тогда существует два варианта. Либо отображение постоянно. Либо отображение эффективно. Но первое, что нам здесь понадобится, это то, что образ X относительный. Дальше мы понимаем, что представлёшь. Что образователь не криводимый. Следовательно, да. Следовательно, это либо точка, либо шейлик. Есть возражение, означающееся к этому, что во втором случае... В случае два мы имеем, что карты... Это конечное расширение карты видов. Вот. Ну, почему? Потому что во втором случае морфизм в руке является доминатным. Он задаёт эпидоморфизм с полным подмышлением в объекте. И тогда мы помним это так, что тогда он определяется пленочением полей. И в калории, и в калории, и в калории. Как получается, что он суректирован и то, что он из маркетинга на 16-го плата? Угу. Сейчас скажешь, что правопросточка какой-то познаградий для быкси, а? Угу. Угу. Ну вот, не знаю. Ну, получается, что-то про обрастающиеся, получается, ну, просто сказать, наши стоечки в сердце, потому что, да, подмножаем разницу в сердце, получается. Ну, да. Нет, ну, это-то да, ну, да. Вот. А что тут? Ну, по-моему, это должно быть. Слушайте, я не знаю доказательства, но, скорее всего, доказываю местным автоматизмом, потому что, если вдруг не определяется иноматизм, то тогда я плачусь таким образом подмногообразием. Вот. Ну, скажем... Сейчас. Ну, почему на него лечить, типа, какое-нибудь полное накрытие? Я не знаю, какого-нибудь такого, как там, конечно, не знаю. А, потому что... Потому что это две кривые. Да. Да. Ну, не знаю, одинаковое, не знаю. Да, ну, сейчас. А, в смысле, как-нибудь... Ну, если такое накрытие, то, что... Ну, да, видите, как-нибудь вот так. Да, вот так вот. М-м... А вот именно, не видно. А, вот так. Сейчас. Это должна быть... Продолжение следует... 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 И непостоянное возражение. Такое что, и со звёздочкой отложим на 53, это так. Вот. Вот это маленькое поле содержится вот в этом, и оно там прилично выгодится. И содержит так. Доказательства. Доказательства. Для того, чтобы это копировать, мы возьмём, просто, что, например, Мартина Фи, определённые для весьма уровня. Ну, вот так. Это... Это... где-то АДН где жилитые это элементы из поля функций НО2 это такие функции ну, это НО2 соответствующие соответствующие координатам вот а второе утверждение а второе утверждение это называется эквивалентность пятигоний два противных кривых то есть один из первых это два противных кривых и машином это 12 машином объекты второй это оборудование болезда с технической надежности отдельно и машином это это как оборудование вот сейчас это нужно для а нет ну нет 110 вот 110 мы говорим что поля сардественно составляет поэтому а да я наверное поля с паре и с паре ну тоже там вроде вроде на фирму между многообразием сейчас с другой стороны ну как это не одно поле ну как ну скажем ну хорошо ну правильно не это безусловно только ну там еще но ну хорошо бывает ну не очень не а ты да 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 тоже важно вот а дальше я хочу определить степень устанавливаемого отображения два хуста пусть фи и 2 ст и 2 это отображение в другом у зеленой на скале Мы скажем, что цепень постоянного отображения это 0, а для всех остальных пусть у нас теперь фига после конечной машины когда его степень это степень обширения полей мы будем называть и тепорабельным если расширение является тепорабельным или не тепорабельным или чисто не тепорабельным если вот то же самое грязное расширение вот, степорабельная степень обозначает нас вот так а чисто не то остабленное вот так вот так вот так вот так с звездочкой 1 из полифункции 1 в полифункции 1 и в полифункции 2 следующим образом мы скажем, что вот это это такая композиция и с звездочкой 1 и отображение нормы для расширения полиэтильных картов А какого-то элемента и тига нет, это просто произведение его запряженных применений вот на 5-6 лет это будет из полифункции 1 в полифункции 2 но мы хотим ну да, что мы хотим из полифункции 1 из полифункции 2 из звездочки из 2 на 1 из 2 да из звездочки из звездочки на верху Петражки на верху уже определились. Петражки на верху. Теперь же петражек нету. Да, вот так. Дай бог предложения. Петражек. Путь си и си один. Си два – это отображение глазких крюлок. Эти не один. Тогда и дезаморфин. Первое – мы заметим, что си со звёздочкой этот дезаморфин мы создаем в поле. Ну, по определению. А потом посмотрим на друга. На его обратный. Вот. Да, по предыдущему предложению. Вот там, где был второй пункт правильной категории. у нас существует и единственным аппином си, и 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 си. Такой, что… Сейчас, простите, не про обложение полей. Да, а первая часть как раз. Да. То, что если у нас есть отображение церновных полей, то для него существует соответствующее отображение полей. Вот. Вот. Этим образом. Да. Вот. Тогда у нас существует единственное такое отображение кривых, что оно с звёздочкой. Это вот этот самый обратный момент. Тогда композиция которая на самом деле равна вот такому это айдентики на поле в пустыке ротливой. Вот. И там же она вот вот это композиция. Это простама для полифункции ротливой. шутаны. Дальше. с вот вот это да тогда композиция пи и с это агентки на Это два, вот, а композиция вот этого, другая, это рейтенция В интернете Вот, таким образом мы получили эквивалентность следующих двух категорий. Первые объекты — это гладкие, кривые, определенные на таз. А морфизмы — это отображение кривых. И второй объекты — это конечно-паратюрное расширение. Однового поля — это конечная консультантность речи. Вот, а морфизмы — это включение болей. Включируйся так. Вот. И определим эндокритерид. А даже здесь, потому что там на двух ночах не было ни всяких, ни там, а проектирные, ни приватильные. Ну да. Ну да. Ну тут существенно. Спасибо. У него отображение тоже не в силах. Отображение почек нужно не гадать. Открываем. Каскиваем. Костяки и стояние С2, это непостоянное отображение кладки пива. Ну, наверное, стоит просто здесь сказать, что дальше пива будет проективами неприводимыми. Вот, и пусть ставится точка с первой геологией. Тогда не без прикрепления. Отображение Рейси и П. Мы его возьмем вот так. Это порядок в точке П и с разверточкой от КСС. Где это униформизующая на С2, вот, образа точки П. Вот. Мы будем говорить, что и не разверточено точки П, если это единое прикрепление разъединится. Вот. Прикрепление. Вот она вам еще пригодится. Нет, она вам пригодится прямо сегодня. И пусть П и с С1 и С2 непостоянное отображение глазных пивов. С2. Тогда для любой точки П и с С2 мы имеем следующее. Сумма по всем прообразам и грибочкам. Hugh Malone? Именно densом запретения диетари다는 смартфи, с 1 ягодом минералом С2 это то, что для всех многокочленного числа Точек Q и Q2, число элементов в прообразе, равно сепарабельной степени массива. И третье, это то, что если у нас есть еще одно непостоянное изображение на упражнении C23, то для всех P и C1 у нас индекс висления композиции на предназначение индекса висления C в точке P и C в E области. У вас были короткие бравлические замки? Ну да, право да. Мы будем считать короткие бравлические замки. То есть зачем оно было так совершено? Ну, скажем, да, когда мы будем говорить про характеристику, но лучше считать его и рассказать не так. Общее утверждение. Ну да, скажем, если оно будет характеристики P или не алзеберические замки, то не это одинаково. Вот. То есть пустя R, да, логовлические замки. Пустя R, да, логовлические замки. Ну, что такое число. Первое, это пустя V, это спектрик какого-то кресла. A, это афинная крепность, кухня 2. И A, это целое замыкание. B, 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 B. Салюты на саде. Это B, 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 C, B, 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 C, B, 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 B. Открытие под номером, но и не первое открывать, которое будет стоить. Открытие под номером, это максимальный идеал. УВ. И мы локализуем А и В, относительно мультипликативной системы. Тогда мы получим расширение веса. Открытие под номером. Открытие под номером. Открытие под номером. Открытие под номером. Вот, и у нас открыт, без включения. И имеет ранг, это разные степени расширения полей. Вот уже степень массы и массы. Спустя секунд, пока льва будет униферонизующая фут. Тогда. Это коллектор для пространства размера степени. Вот, но с другой стороны. Точки P, которые находятся в прообразе пол. Находится он на изначале соответствии с максимальными идеалами в аштрих. Поэтому аштрих, локализованный анкитом, это локальный концов точки P. И. Вот это, это пересечение по всем И. И. Локализации. И сеть самим кольцом. Вот, тогда, тогда попытаемся терять об отставках. Мы получаем, что степень P, это размерность. И. И. я вижу под векторного пространства нам так, что равна сумме разъясненности почти разъясненно. Вот поэтому. Вот, что в твое, в твое, равняется сумме порядка в точке ПИ, а два таких функций. И со гвездочкой, я возьму одну игру. Вот. Да, а это по определению индекса, это, да, это по определению индекса использования. Вот. Поэтому. Вот первый функ. Второй функ. Ну, и вот это можно решать для локальной киноприятности. И тут нужно вспомнить, ну, вот этот факт. То, что, да, точки пробовали и соответствует максимальному идеалу кольцо локализовано. Тут, наверное, имеется в виду максимальных идеалов кольцо локализовано. Да, по идеалу кольцо локализовано. А, нет-нет-нет, простите, да, все нормально. Мы локализовали кольцо локализовано. Так, для него... Ну, да, там будет, так сказать, не саму функциональную идеалу. Вот. А, да, третью. Третью. Ну, что можно сделать здесь? Здесь реформизующие ЭКУ и ЭКУ. По-бранному. А дальше... Функции... ЭКУ в степени импульсцепления И, как ССП. И... И, то, в результате, вот от этого... И это знаковый порядок в точке КУ. Вот. Теперь... Теперь мы возьмем... Вот. Теперь мы возьмем... в порядке в точке КУ. Вот. Вот. А дальше мы возьмем... в порядке в точке КУ. Вот. В порядок сажало они равны. Вот. Да. Из второго утверждения мы можем сказать, что ИС-1, ИС-1, ИС-2 не разветвёт. Тогда и только тогда, когда ИС-1 в точке в прогрессе, ИС-1 равна течение фини. ИС-1, ИС-1. ИС-1, 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 ИС-1. ИС-1, ИС-1. Мы для многочлена F, ИС-2, Ка-3 можно определить такой рябку. Это многочлен полученный дизайн по возведению каждого коэффициента в культу степень, где а. Вот это культу степень. Тогда для КВЦ мы определим соответствующий степок как кривую, ассоциированную с однородным идеалом, который определяется вот так. Это идеал породённый теми FQ деля F из идеалов F. Вот теперь морфинка обвинется. F из C в тёплый. Обведённый следующим образом, ну, просто на координатах. Это обвинение всех координат в культу степень. Текст фильма. Упражнение по поводу этого фильма доказать, что он корректно определен. Упражнение по поводу этого фильма доказать, что он корректно определен. Упражнение по поводу этого фильма доказать, что он корректно определен. Упражнение по поводу этого фильма доказать, что он корректно определен. Упражнение по поводу этого фильма доказать, что он корректно определен. Упражнение по поводу этого фильма доказать. и F и C на C это в какой-то степени самофильном правде 1 тогда F со звездочкой от поля функций, это поля, это вот такое поле. Это из карта, из поля функций. Второе, это то, что легче и то, не сепарабельный. И третье, это то, что в его степени я могу. Тогда первое, да, первое в связи с того, что по определению это 90-ой вот, как сепарабельный. Это поля, карта. от экзамена следующим образом у нас это звездочкой от дроби функционально это F от X0 и 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 X0 вот теперь мы воспользуемся тем, что карты вершинны и скажем, что вот это просто тогда сеть какие-то изнащены вот но второе следует там в пункте 1 второго пункта надо убрать сколько K, O, G Ну, в принципе, да. У меня просто цепь, наверное, уходит до никакой степени чего. А в конце это никакой степени. Ну да, да. Вот, да. Ну, второе, то, что он здесь не сепарабельный, следует из первого. По поведению. А третье, это предположим, что существует базовая точка. Что есть такая? Если её нет, мы рассмотрим каком-нибудь расширение как. И Т, это реформирующая точка П. Тогда? Тогда? А, а что? Сепарабельно? Ну, как это? Мы рассмотрим расширение. Вот, просто добавим палец туда. Так. И... Назадо. И... Вот такое. Тогда вот получим... Пункты на Т, это... Скоро пункты... А, то есть, его работа из текен, только ещё АТ. Вот, поэтому... Тепень-форт, это... Тепень расширения. Ладно. Тепень-форт, чтобы доказать, что это бунт. Тепень-форт. С любого... Любое обложение. Тепень-форт. 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 Сладкий привык на поле. Сладкий привык на поле. На поле характеристики П пропускается... Через С1, то есть его можно представить следующим образом. Это Т1, отображается С1, для некоторых коробок. И переходить в Т2. Вот здесь F, а здесь U. Здесь U, это несепарабельность IPM-C. И отображение рядом несепарабельность. Вот, ну, заказать еще. Для начала посмотрим на сепарабельное замыкание H-K3. Вот, степарабельное замыкание H-K3, находившись на второй фигуре. В... В... А, отстранение. Тогда расширение... А? Да. Да. А, отстранение H-K3, находившись на второй фигуре. В... Петеряке H-K3, находившись на второй фигуре. Мы знаем, что К от А1 с Кудой это Провенью со жирночкой и степень расширения К от А1 на А2 Вот этим Размахнуть Тогда мы видим, что К от А3 На самом деле, ни в стороне, ни в стороне, ни в стороне Выкладываете Ну, потому что Ну да, потому что у нас вот это расширение численности по правильной степени и вот это расширение Ну, это расширение только на другую, тоже численно не то Вот, просто с равной степени получилась часть совпадает Следовательно, у нас есть два расширения К от А1 Надо с этой верточкой К К У У нас с этой верточкой К от А2 Что соответствует Вот Вот такой последовательности на сетоправлений Вот Все Вот Это, в общем-то, пока все, что Ну, у нас Равно Нормативного Ходельника Поэтому А если К уравновение единицы То Что Нет, ну 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 Нет, ну Тогда это Тогда это Теориологически Уже вот так Ну Ну То есть Тордественным считается Выраженным случаем Арсинов Савейдесу Как бы А Тордественным считается Если Хочешь Вот сейчас я применю В любом В том числе Сепарабельным То Конечно Нет, ну Просто Сепарабельным Ну 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 Да То есть Этиориологически Будет выглядеть Вот так Где Вот это Сепарабельным Ну Да А Ну Да А Да Ну Ну Да Ну Да Ну Совершенно формально янекоску разумеет. Вот. Дивизоры. Мы назовем дивизором D. Дивизор на тревогу. D это формальная сумма каких-то точек с цельной коэффициентами. Дивизор на тревогу. Дивизор на тревогу. Дивизор на тревогу. У нас вверх на то, что ПНЦ нам ногу. То есть сумма каких-то. На поле какие условия у вас теперь в этом разделе? Алгебраический замкнут и аппаратический номер. То есть, да, ну, аппаратический попал, поговорим. Вот, все дивизоры на кривой образуются адресу группу, пройденную дивизорами, ну, то есть там, где одна точка и катетентрая в единице. Мы скажем, что надеем эту группу вот так, выпадем дивизорами. Дарья, простите, пожалуйста, поскольку это важное предъявление, что это нам подразумок, если понял, что замкнут, что вы понимаете, что это подразумок будет замкнут? Да, да, да. А, ну, ну, скажем, Ну, это то полот не сделаешь кого соответствующего инструменту? Он все прошел, как нам дальше. Ну, да, я же, да. Хорошо завтра, так и и мне, мере, обрады. Ну, ну, вы не укидываем общие твой суббеги. Не уроди, проходили. Ну, да. Ну... Ну, ну... Такая координатная объявляющая, то есть, когда все любые почти есть? Ну хорошо. Ну хорошо, да. А, ну здесь есть подгруппа дивизоров нулевой степени. Вот, степени дивизоров мы называем самым его коэффициентом. Вот, определение. Так вот, я делаю. И S элемент, соответствующая функция T. Тогда мы определим дивизор функции R. Это сумма по точкам T. Порядка в ходе в точках. И S. Вот. Она определяется от маркетин. Вот. А, видимо, груб. Из каждой подверстили два круга дивизоров. Мы наблюдаем дивизор D. Вален. Летит дивизор как эта функция. Ну, на группе дивизоров у нас есть отношение к его явности. Мы скажем, что до 1 – это 2, если их равность – это главный дивизор. И пастор по этому отношению к его явности – это группа клаван-дивизоров. Или группа пекаров. Теперь для непостоянного отображения. Властных кривых мы определим соответствующие отображения групп дивизоров. И еще одно отображение. Я ставлю язычки внизу. Из группы дивизоров на стене. Полом выб elite2. Спасибо. Следующим образом. Первое. Это мы дивизируем точечки Q на С2. Вставим в соответствии с Q похож части ее прообразом. Таким образом, дисплея Мартинома в точке П. Вот. А второе, это просто дивизор в точке П ставит в соответствие дивизору его облаза. Вот. Предложение. Пусть 1, 2, 1, 2, непостоянное отображение гласких кривых. Тогда первая для всех, даясь из группы дивизоров на П-2, мы имеем степень... Вот, я стою в точке, это D, равна степени... равна произведению степени A и степени D. Второе. Второе, это то, что на любой функции уже из... Ааа... Хорошо. Вот, предположили сначала, что она, в общем-то, такое, что она не новость, тождественная. Мы видим, что... ...тождественная от ее дивизора... Равна... ...вот такому функцию дивизоров... ...попадает. Такой. И для всех дивизоров из... ...группы дивизоров на первой дивизоров... Она выполняется... ...то, что... ...тепень... 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 ...то, что... ...тепень... ...это то, что для любой... ...жи... ...изок... ...соединство... ...депень... ...от... ...то... ...тепень... ...то мой образ... ...депень... ...депень... Это дивизор 5-й диаметром G, и 5-й это то, что композиция прямого и обратного действует на группе дивизоров 2-й диаметром умножением на степень G. Последнее, это то, что для постоянного отображения G из силой C2-C3 мы получим, что композиция для технических рамочек это правда композиция только в другом порядке вот этих вот, а сейчас так подходить с нижней звездочкой G это в том же порядке и вот вот первая 5-е и 6-е следует из из-за 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 Да, а четвертое, тоже по определению, приводит к доказательству такого утверждения. То, что порядок точки U, это звездочка G, в сумме по прообразам точек U, B, F. Индекс приближения точки B на порядок точки B, он слежал. Ну, третье, ну, третье требует зрения. Следующее предложение. Для гласкопируется F на F. Это неизбликативная группа полисокций. Если у нас дивизор F правильный 0, тогда только тогда, когда она константа. Это первая. И вторая, это то, что эти дивизоры F правильные. Ф правильные. Сюда. Ну, первое утверждение следует из-за того, что если степень дивизора равна 1, тогда вы на полисок. Сюда. Заградок. Заградок. Что значит, по одному из самых первых предложений нашей группы, это что она находится константой. Ну, то есть, это положение в точку. Вот. А, ну да, так определяется F по функции кислоя. Но правда, я. Мы возьмём по качеству F и C. Такое отображение. Она в точке F в соответствии с точку. Вот. Второе утверждение, что если F искал, значит, что второе очевидно. Следующий назад мы будем предполагать, что это не константа. Тогда включение болей. Кондицирует конечным арфином. Из F шёл против напрямую. Это F и F. Пойду. Тогда 9 функции F это Обратный образ какого дивизора. Точки 0 или точка бесконечности. Вот. И степень нашего дивизора равна 0. Вот такой пример. Мы докажем, что на противной прямой любой дивизор степени будет главный. Пусть D это сумма коэффициентами F этих точек. Вот. Мы посмотрим на функцию, соответствующая тогда. Это классное произведение по всем. Здесь было помогу всем. Для некоторых икс, 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 икс. Это не так. Вот. Но утверждается, что ее дивизор как раз будет открываем регионерским дивизором вот этой функции. Вот. Утверждается, что дивизор эта функция будет равен нашим. Это образовательным. Вот. Икс, 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 икс. Ну, дальше. Дальше нужно определить полярки дифференциалов. Икс, 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 икс. Икс, 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 икс. Мы разделим пространство из гинтажных форм с новыми. Так, то есть одно пространство. Мостат. Парагмены. И вовремя. Икс. Парагманы с неподласс gol. Экс, икс! Восправляем. Раз problema с допентелением Us. Икс, икс, икс. Второе, это нефинциал произведения, но тоже к обычному. И третье, это нефинциал в любой константе, а или в любой. Пусть стоит подрывая. Тогда, примерно 20 раз, векторная пространная пострадавая в межности 1. И для элементов F и VK. Соответствующая DR, это база для направо пространства. Когда и только тогда... Когда... Это, конечно, секретная машина. ... 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 Отображение, непостоянное отображение цвета, и поразненно тогда и только тогда, и поразненно тогда и только тогда, когда соответствующие цвета, и поразненно. Продолжение следует... Мы выберем F из КС2, такое, что пространство поражается на КС2. Вот, тогда по преодолению у нас КС2 на КС2 это небазовое расширение. Продолжение следует... Мы выберем F из КС2 на КС2. Что случилось, что оно КС2. Тут мы предполагаем, что... И для этого мы хотим сказать, что фигурализация дегективна. Тогда... Фигурализация дегективна... Фигурализация дегективна... Фигурализация дегективна... Фигурализация дегективна... Фигурализация дегективна... Фигурализация дегективна... И снизу опять это ВАЗИ АМЕРОСАИ Что значит Что К от С1 Нас К от снизу ВС Вот Это значит Что Сейчас немного Да Вот А Вот это Это Вот А Да Тогда По предложению Вот из этого Следует то, что Вот это все параллельно Вот Что Равно сильно Потому что Вот это все параллельно Вот А это мы Получаем Вот Последнее Следствие Его Бесторжения Получается из Басных сепарательных расширений То есть Мы же Уже Знаем, что 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 Вот Это Сепарательно Знаем Вот Этим А теперь Ну да То есть Мы знаем, что Вот Вот Это Получается Сепарательно Сепарательно Значит Ну По Теореме О том, что Сепарательные расширения Образуют башню Вот Эти Угнаждения Равно сильны Пусть 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 Подбираем Пусть Пусть О И Цепарат Из Такая Голливащия У него Голливащия Пальца Тогда Дом Дом У нас выполняется следующее утверждение. Для любой дефицитальной формы из пространства существует единственное F из К-цеп, зависящее только от Омега и Т-инфермирующей. Такая, что Омега – это F, D, F, C. Второе – это если F из К-цеп, если F регулярно в точке 5, то более аккуратно F, где, ну, моя функция прямая, где означает, что Омега на дефицит. Третье – если Омега нервно соответственно дулю, то порядок точки P, вот этой функции, мы определим это как порядок точки P дефицитальной формы Омега. Недовидит, в движении фаска это чтобы не зависит от выбора у нервозующей. Ф, D, F, D, F, D, F, D, F, D. формулирует, и я сущего. 4. Это если характеристика поляра на 5, тут мы уже не будем говорить, что она. А я не буду. f и g из поляра функций, такие что, g равно 0, тогда порядок точки b формы r до g равен 2 варианта. Либо в сумме порядков f и g минус 1, если p равно 0. И просто в сумме порядков, если a. Здесь либо p равно 0, либо p не делит порядок g в стоечке p. Либо в сумме порядок, если p больше 0 и p дает порядок. Дальше. Дальше. Да, точку. Так, да. Ну, да, здесь, наверное, не очень хорошо. Либо характеристика пуря, либо точку fu. Да, давайте дальше. Я характеристика расширил, а точку надо. Ну, опять же, можно будет. Ну, да, да, да. Вот. Ну, вот. И пятое. Это, если 1,5 равно 0, дефинциальная форма, то порядок точки b и пятое. Я подамели разжиговую для всех подмеченных числа 100GT. Для почти всех. Вот. Ну, теперь, раз я это докажу, я расскажу вам, наверное, теорему лимонороха. Вот. А, такой вопрос. Вот. На следующей неделе мне нужно будет уехать, и в понедельник лекции не будет. Вот. Можно... Я могу вам ее написать просто, а вы, собственно, ее прочтете. Вот. Либо... Либо... Я могу провести лекцию еще одну на этой неделе, в среду, и в пятницу. Вот. Потом у вас удовольствие. Я с удовольствием хочу. Хорошо. Это мне тоже, наверное, пришлось? Нет, это все равно. Хорошо. Хорошо. Ну, просто я к вам съеду и буду пользоваться дальше. Нет. Лекцию. Все. А ты в этой лекции докажешь Риммонорох или потом докажешь Риммонорох? Нет. Я в следующий планировал доказать. То есть Риммонорох это уже после отделения гиперинсалов и дирижеров? Это уже в следующий планировал. А, это то, что ты хочешь это прочитать просто? Да. Хорошо. То есть, я же поняла, что вы знаете. Да. Хорошо.